Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале «Экзегет» читаем книгу Захарии, предпоследняя, 13-я глава. Начинается она с того же самого выражения, которое неоднократно звучало в предыдущей главе. В тот день, имеется в виду эсхатологический день Господень. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Вспомним книгу «Езекииля», вспомним книгу «Апокалипсис», известная тема. Источник будет бить чистой живой воды из храма, и вот жители Иерусалима грехи, нечистота будут омываться в тот день. В чем-то это пророчество в начале своем уже исполнилось. Иоанн Креститель, Христос, его ученики крестили. Сам Христос не крестил, а крестили другие. Иоанн Креститель, ученики Христа, согласно свидетельству Евангелия от Иоанна. Но в полноте вот эта вода для омытия греха и нечистоты, она потечет из Иерусалима, из сердца этого города, из дома Давидова. Источник будет новый, открыт, и будут омываемы в нем все грехи и вся нечистота. И будет в тот день, день Господень, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалюсь с земли. Ложных пророков термина «лжепророк» в еврейском тексте нет. А есть пророки, которые лгут, но есть только термин «пророк». А вот к нему уже, к этому термину добавляются какие-то другие определения, что он может быть ложный, шекер там и другие, что они вот обманывают, лгут, врут. Вот, ну, синодальный перевозчик переводит новый термин, переводит через лжепророк. Идолов не будет больше на земле святой. Земля действительно будет святая. Почему земля святая? Потому что в ней почитается Господь Бог. Это его земля, это его частная собственность, Господь Саваоф. Это его частный удел. Он хозяин этой земли, и он свят, абсолютно свят. И поэтому несовместимо пребывание людей на этой земле с идолопоклонством. Эта земля не может соединять в себе истинное богопоклонение с идолопоклонством. Поэтому идолов не будет. Они будут истреблены, и истребит их сам Господь. Вот эта эсхатологическая битва всех народов против народа Божьего приведет к тому, что от идолов будет очищена вся святая земля. Но в конце концов вся земля, вплоть до самых дальних островов, станет святой. Источником, центром этой святости, откуда будет святость исходить и распространяться во все пределы земли, это, конечно, Иерусалим, это святая гора Божья. И оттуда святость расходится по всей земле. Идолы истребляются, земля очищается, лжепророки исчезают, и нечистый дух удаляется с земли. Духи нечистые, вот как знамение наступления этого эсхатологического царства Божьего, Христос изгоняет часто нечистых духов из человека. Посылает их в свиней, в бездну. Люди освобождаются от власти нечистых духов. Мало того, Христос и ученикам своим дает в Евангелиях власть на всякую силу вражию. Над духами нечистыми власть дает. Духов изгоняйте, бесов изгоняйте, говорит он им. И действительно, они это могут делать. Неслыханное для Ветхого Завета дело о пророках ветхозаветных. Мы читаем, что они больных действительно исцеляли, мертвых воскрешали. Илья, Елисей воскрешали мертвых. А вот чтобы нечистых духов изгоняли из человека, это было неслыханно. Это впервые появляется в Новом Завете, в описании чудес Христовых в Евангелиях. И люди удивляются, видя, как нечистые духи исходят из человека по слову Христа. И говорят, это невидаль какая-то, неслыханно такое было никогда. Это что-то величественное, ужасное и достойное удивление. Это знак того, что Царство Божие приблизилось, Царство Божие провозглашается. Это знамение Царства Божьего, что духи нечистые исходят из человека. Но наступит день, тот день, когда нечистый дух вообще будет удален с земли. Здесь, видимо, не ветер имеется в виду, а вот эти нечистые духи, бесы, которые, как сказано в Новом Завете, в сынах противления, через сынов противления действуют. Их не будет. Некому будет обладать людьми, злых духов не будет. И некому будет внушать людям сопротивление Божьей воле. И воля Божья будет и на земле, как на небе, несомненно. Никакие нечистые духи не будут свою волю здесь через людей осуществлять. Только Божья воля. Дух нечистый с земли удалится. Тогда, если кто будет прорицать... Ну, нечистый дух действует в лжепророках. На самом деле, они могут прикрываться тем, что они якобы от имени, именем Божьим проповедуют и пророчествуют. Но на самом деле, в них действует нечистый дух в лжепророках. Тогда, в то время, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. Лжепророк – это тот, кто говорит ложь во имя Господа. И родные, отец и мать его, убьют за это. И поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. Вот он будет что-то там гадать, прорицать, пророчествовать, изрекать. И все это будет делать во имя Господа, Бога Израилева. А отец и мать поймут, что он лжепророк этот, их сын, и прикончат его. И будет в тот день, день Господень, устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать и не будут надевать на себя волосяницы, чтобы обманывать. Пророк надевал на себя волосяницу, то есть с грубой такой мешковиной, дерюгу такую, вот как, представляете, мешок из-под картошки, вырезать в нем дыру, три дыры для головы и для рук, напялить на себя эту мешковину и вот в ней ходить. Неуютно, неприятно, колется. Пророки снимали с себя мягкие одежды и надевали на себя вот эту волосяницу из мешковины, дерюгу такую, и в ней ходили и пророчествовали. Так вот, это было как знаком принадлежности к пророческому движению, пророчествовать во волосянице. Кто-то из библейских пророков, как мы помним, делал так же, из тех, о которых мы читаем, из великих пророков Библии. Вот, и здесь говорится, что они надевают, лжепророки надевают на себя волосяницу, чтобы обманывать, то есть чтобы пророчествовать. Что такое лжепророчество? Это когда пророк говорит слово какое-то, утверждая, что он получил его от Господа, а на самом деле он этого слова не получал. Истинный пророк – это тот, кто слово Божие передает людям, не прибавляя к нему ничего, не убавляя, не изменяя это слово. Вот каким он получил эту весть, это послание от Бога, в целости и сохранности передает ее дальше людям. Это глашатый божественного слова. Вот кто такой пророк. А лжепророк – это тот, кто свои собственные слова выдает за Божьи, обманывает. Так говорит Господь, а Господь не говорил, Господь его не посылал. И тогда, пятый стих, каждый скажет из этих ложных пророков, «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Земледелец. Амос был земледельцем. Был пастухом и возделывал сикаморы. Но Господь сказал ему, «Иди пророчествуй народу моему Израилю». Он из земледельцев стал пророком. Здесь наоборот. Пророки, пророчествующие ложные, в тот день, в день Господень, из пророков станут вновь земледельцами. Перестанут заниматься своим небогоугодным ремеслом. Гадать, прорицать, пророчествовать всякие мечтания своего сердца, всякую ложь, а Господь их не посылал. Так вот, ему скажут, «Отчего же на руках у тебя рубцы?» Он скажет, «Я пойду заниматься земледелием, пророчествовать не буду». А его поймают и спросят, «А откуда у тебя рубцы на руках, если ты не пророк?» Вот в изначальном таком энтузиастическом этапе профетизм, пророческое движение, оно характеризовалось такими вот действиями пророческими, символическими часто или просто экстатическими, сделанными в экстазе, когда делали порезы пророки на себе, рубцы какие-то, и вот входили в транс, в экстаз и пророчествовали. Хананейское пророчество было таким, об этом мы читаем в Третьей книге Царства, 17 главе, где речь идет о пророках Ваала, которые, прорицая, кололи себя ножами, делали порезы, скакали вокруг, говорили, «Ваали, Ваали, услышь нас», и вокруг этого жертвенника не было ни звука, ни голоса, ничего, никто им не отвечал, потому что Ваал – это не Бог, а вот Господь – Бог Израилев – это истинный Бог для всех народов земли. Так хананейское пророчество, оно могло оказывать влияние на возникновение пророчества и в Израиле, и вот тот начальный этап предмонархического, раннемонархического периода профетизма в Израиле, он мог принимать тоже такие вот черты энтузиастического пророчества, как у хананеев, то есть когда пророки не только в лосиницу носили, но и делали какие-то, кололи себя кинжалами, делали какие-то порезы себе на руках, на груди, кровь по ним лилась, и они входили в экстаз и пророчествовали. Но потом такой вид, такой тип пророчествования, он постепенно регламентируется, и уже таких шокирующих действий пророки не делают, и квалифицируется такой тип пророчества скорее как ложное пророчество. Вот лже-пророки, ложные пророки могли делать порезы на своем теле, после которых оставались рубцы. И тот ответит, от того, что меня били в доме любящих меня, не потому что я во время пророчествования стал себя там ножами колоть, делать порезы, от этого у меня рубцы, шрамы, а потому что меня били в доме любящих меня. Седьмой стих, седьмого стиха и далее, может быть здесь, как отдельное пророчество рассматриваться, эти три стиха. О, меч! Здесь меч персонифицируется, то есть война, меч, оружие, и звучит это обращение прямое к мечу. «Подымись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Очень важный стих мессианского содержания. Здесь пастырь, не следует его отождествлять с одним из тех пастырей, о которых речь шла выше, в 11 главе и выше, в этой же книге Захарии, здесь пастырь – это, скорее всего, пастырь Господень, добрый пастырь, руководитель Божьего народа, мессия, вождь мессианского народа. Мессия, который стоит во главе мессианского народа, Христос, стоящий во главе христианского народа, если по-гречески сказать. Меч обращается к нему, к мечу идет обращение, прямая речь Господа, Господь призывает меч обратиться на пастыря. Почему так? Читая Новый Завет, мы понимаем, что Петр говорит, вот два меча, два ножа, Христос говорит, довольна, и все-таки воин пробивает потом копьем, висящего на кресте Спасителя, его тело. Пастырь поражен, овцы рассеяны, все ученики разбежались. Евангелист вспоминает этот стих, описывая смерть Христа, распятие и смерть Христа. Это пророчество имеет характерное новозаветное исполнение. Я обращу руку мою на малых. Таков промысел Божий спасение Израиля и всего человечества через Христа, через помазанника, через Мессию, через пастыря, который будет поражен. Пастырь, учитель, сам Христос называет себя аз есмь пастырь добрый. Ученики, церковь – это паства. Часто в древнем христианском искусстве именно так изображается Христос в древних скульптурах античных, еще христианских, и на мозаиках, на фресках, как пастырь добрый, как пастух, на шее которого овца, и который ее... Ну, притча о милосердном пастухе тоже... Притча о потерянной овце, простите, тоже вспомним, о пастыре добром, да? Сам Христос называет себя у Иоанна пастырем добрым. Очень характерный образ, метафора пастушеская, метафора пастыря, ученики Христа, апостолы, преемники апостолов, епископы, священники тоже называются в христианской традиции пастухами, пастырями, а народ Божий называется паствой. Очень богатая традиция, берущая начало не в Новом Завете, а у пророков. Новый Завет лишь развивает, продолжает эту тему. И пастырь народа Божьего – это мессия, который пасет свой мессианский народ. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья часть останется на ней. Я не знаю, были ли в уме Мао Цзэдуна эти слова, но вряд ли он знал пророчество Захарии, хотя Мао Цзэдун был крещенным человеком и в молодости его крестила католическая монахиня, но христианского воспитания и образования он все-таки не получил. Но однажды, выступая на Коминтерне, он сказал, давайте атомную войну развяжем. Две трети, говорит, человечество погибнет, зато оставшаяся треть будет жить при социализме. Но не получится у безбожников, у коммунистов ничего подобного сделать, да и не только у коммунистов, у каких бы то ни было богопротивных сил и властей, от Мао Цзэдуна до нынешних правителей, самодовольных по всей земле, не получится у них этого сделать, а вот Господь говорит в 8 стихе 13 главы, что будет по его божественной воле, действительно две части на земле будут истреблены и вымрут, а третья часть останется на ней. Это суд Божий, да, глобальная какая-то ожидает человечество катастрофа, суд Божий, и две трети населения земли погибнет. А третья часть останется, чтобы жить на земле, обновленной, преображенной, в том порядке, в том богоправлении, мироправлении, да, которое называется Царство Божье. Мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, мы ожидаем будущего грядущего Царства, которому не будет конца, мы молимся об этом Царстве, да приидет Царствие Твое, благословляем это Царство, проповедуем, провозглашаем его, в этом главная миссия Церкви состоит, и мы надеемся, чаем и верим, что это Царство наступит, и что мы, уже сейчас являющиеся гражданами этого Царства, подданными Царя Царей, мы наследуем это Царство. Если останемся верными Богу, Господу до конца и не преклоним свои выи под иго земных царств государств, останемся верны призванию христианскому, останемся верны будущему, грядущему Царству Божьему, тогда спасемся, и будем вот в этой трети человечества, которое спасется. Две трети человечества здесь останется, написано на земле, на новой, преображенной земле, и увидел я новое небо и новую землю, блаженны кротки, ибо они наследуют землю, ту будущую землю, новую. Это будет та же самая земля, та же самая планета, ни Марс, ни Венера, но земля преобразится полностью, никакого на ней не будет зла, никаких экологических катастроф, будет гармония, мир, изобилие и счастье для всех людей. Много описаний грядущего этого состояния земли и живущих на ней людей приводится у пророков, у великих пророков, у Исаии, у малых пророков, у Михея, например, и вот здесь у Захарии. «И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой». Третья часть, вот это те, кто должны быть спасены и не погибнуть вечной погибелью, они будут как золото, очищены в огне этих последних испытаний, хоть и молится церковь, не введи нас во искушение, избави нас от лукавого, но должны будут люди, в том числе верующие, верные Богу, пережить эту глобальную катастрофу, эту эсхатологическую битву, этот суд Божий, и Господь все это попустит, и словно в огне расплавятся, как плавят серебро и очищают, чтобы очистить от всяких примесей, золото. Вот так же люди эти будут очищены. И церковь, она великой скорби не избежит, она должна будет пройти, только она очистится в этих великих скорбях, как серебро и золото очищаются, драгоценные металлы, а те, кто не являются рабами Божьими, не принадлежат к народу Божьему и неверны ему, те будут попалены. Выше говорилось, что Иерусалим будет словно котел в предыдущей главе, Жаровня. Все народы, две трети населения земли, как сказано в предыдущем стихе, в 8-13 главе, будут истреблены, попалены. В Новом Завете используется образ сена, соломы, также золото и серебра, драгоценных камней. Огонь одинаковый, но одни в этом огне гибнут, другие очищаются. Есть те, кому уготовано новое небо и новая земля, и Царство Божье, они очищаются, и те, кто в него не войдут, они попаляются и истребляются. Это мой народ, скажет Господь, они скажут, Господь, Бог мой. Взаимное признание. Бог признает очищенных в огне испытаний, искушений людей своим народом, а люди признают Господа своим Богом. Земля, очищенная от идолов, в огне эсхатологической катастрофы обновится, преобразится и станет Царством Божьим и на небе, и на земле. Запись делается это для библейского портала Экзегет и больше ни для кого. Субтитры создавал DimaTorzok